Ольга Спарцова, белорусская актриса и хореограф. Уроженка Витебска, главный балетмейстер Белорусского государственного молодежного театра. Гость 12-го международного театрального форума «МартКонтакт-2017». У нас в Витебске родился фестиваль современной хореографии АФМС, который сейчас тоже продолжает существование. И, конечно, я была впечатлена современной хореографией. Это какие-то вообще сумасшедшие люди. Мне казалось, что всё так интересно, всё так необычно. А для нас это было вообще в новинку, иной взгляд на вещи. Конечно, я была с детства впечатлена всем этим. Но потом меня немножко переклинило на драматическое искусство. Почему-то я поступила в академию. Но там продолжала танцевать. И поэтому, в принципе, сейчас настолько всё смешалось в визуальном искусстве, что ты должен и уметь, и петь, и танцевать, и декламировать, и красиво молчать. Поэтому надо быть разносторонним. За что люблю танец? За правду. За то, что такое уже попсовое заявление, что тело никогда не врет, но оно действительно никогда не врет. Это такой инструмент, через который ты не можешь фальшивить. Потому что если уж ты телом фальшивишь, то надо быть просто каким-то... Ну, не знаю. И что? Предметный разговор – это перформанс. Это перформативное высказывание. Это не танцевальный спектакль. Это не драматический спектакль. Это перформанс. Он основан на импровизации. Мы рассуждаем о современном искусстве, о том, насколько это всё спорно может быть. И всё время в реальном времени для зрителя мы занимаемся поиском арт-объекта. Ну, какого-то ценного решения или мизансцены, которое бы представляло собой в моменте какую-то художественную ценность. Продолжение следует... Продолжение следует... Электрический свет продолжает наш день, И коробка от спичек пустая, Но на кухне синим цветком горит газ. Меня зовут Валерия Хрипач. Я сейчас упаду. Мне кажется, что это вот такая отсылочка к современному искусству белорусскому. И называется «Один в квадрате». Меня зовут Валерия Хрипач. Это называется «Кинули». Сейчас очень размыты границы. И где момент искусства, а где не искусство, очень сейчас спорно. Потому что мы говорим об этом. Можно положить какую-то пачку сигарет в какой-то правильный контекст, и это становится объектом искусства современного, будем так говорить. И мы вот об этой тонкой грани рассуждаем. Что есть великое искусство? Мне кажется, что нам нужно немножко это слово отложить на полку пока что. Потому что сейчас вот такое все немножко... Ну, мы об этом тоже говорим. Это увидит зритель. Сейчас очень все... Такое время горизонтальное. Очень большие скорости. Нет возможности выстроить вертикали, создать какого-то героя, кумира. Сейчас просто на это нет времени. Идеальная публика. Живые, открытые люди. Без позиции сноба. Ну, такого критика. Для меня это не публика. Я считаю, что с такой вот позиции вообще не нужно идти в театр тогда. Просто открытая к новому публика. Как привлечь молодых зрителей? Ну, мне кажется, что нужно быть всем режиссером, нам, там, людям, которые делают какие-то проекты, спектакли. Быть смелее. И все-таки не подстраиваться и не искать какой-то там компромисс, чтобы и нашим, и вашим. Потому что эта история тоже не работает. Ну, в своем высказывании не бояться быть собой. Потому что все время в поиске компромисса, чтобы вот и той публике понравилось, и той понравилось. И как бы, чтобы и мама моя тоже поняла. Ну, мы тогда все время будем балансировать. И будет такой усредненный вариант публики, у которой, грубо говоря, не будет выбора. Ну, то есть. Потому что есть люди, которые готовы уже увидеть что-то такое наглое, смелое. А есть, которые совсем не готовы. И которые либо у них произойдет в этот перечел. А, значит, и такое может быть. И у них что-то поменяется внутри. Потому что когда очень усредненный вариант, то это, ну, что-то такое вот новенькое. Или, ну, то есть надо не бояться вот этих полярных реакций. Либо очень понравилось офигительно, либо вообще не понравилось. До какого-то момента я держала дистанцию с классической музыкой. Ну, вот сейчас у меня открылся какой-то портал. Ну, может быть, даже с рождением сына. Ну, потому что я очень люблю классику. Я очень люблю Верди. Я очень люблю Игоря Стравинского. Потому что я считаю, что он новатор и открыл всем последователям, минималистам двери. Очень люблю хорошую, позитивную, умную танцевальную музыку. Ну, то есть могу иногда послушать Игоря Агутина. Как вот, Леонида Агутина. Потому что это моя юность. Пинобауш любимая. Конечно, бесконечно буду преклоняться, пускай замылили, засолили это имя, Пинобауш. Потому что она, так как она заставляет двигаться людей душами, а не уже телами, никто еще пока не смог этого сделать сильно. Ксавьей Лерой интересный. Ксавьей Лерой мне очень нравится, как он работает, француз. Это даже не могу назвать его хореографом. Он перформер, он подход к телу, когда тело уже становится объектом. Не субъектом, не танцовщик Петя исполняет какую-то партию. А когда тело становится объектом, он работает так с деформацией. Мне очень нравится. Ну, сейчас их так много. Близость. Вообще у нас это какое-то битчевое время, проблема с общением немножко. И тема близости, она перестала быть глубокой. Именно неважно, там, любовь между мужчиной и женщиной, или вот эти все гендерные нюансы. Ну, это было в какое-то время модно, но мне сейчас это неинтересно. А именно человеческой близости и глубины этого чувства, вот это мне интересно. Зачем театр? Да он очень нужен, особенно сейчас. Во-первых, чтобы общаться, чтобы выходить из своих норок, встречаться. Театр должен очень сильно будоражить. Я опять же возвращаюсь к вопросу, что не должно быть никаких компромиссных вариантов, потому что развлекаться можно дома перед телевизором. А театр должен будоражить. Заставлять человека быть живым, испытывать чувства, задумываться, проводить параллели. Ну, вот, мне кажется, что он очень нужен. Моя Беларусь. Я не очень хорошо разговариваю по-белорусскому, но я за все-таки вскрытие корней и за сохранение традиций. Ну, как бы нация без традиций. Это, опять же, приводит к разобщенности. Нас ничего не объединяет. Мы просто как в транзитной зоне в аэропорту. За что я люблю Орхола и Гальяна. Что касается Эйди Ворхола, он открыл очень многое в мире. В мире дизайна. А Джон Гальяна какое-то время мне нравился своей смелостью, яркостью и... ну, крупными мазками. Он очень нагло так все смешивал. Сейчас мне больше нравится, как тонко работает Вивьен Вест. Вот, несмотря на то, что она родом испанка, но она очень смешивает эпохи, и мне очень нравится, как она работает с кроем. Что такое успех? Надо делать просто, честно, свое дело и не останавливаться. Потому что для меня атрибуты успеха, они очень спорные, они же для каждого разные. Для кого-то денежный фидбэк и тонны цветов, и толпы поклонников – это атрибуты успеха. Для меня, наверное, немножко по-другому. Ну, это вот такая очень тонкая история, когда ты понимаешь качество аплодисментов. Что это от чистой души, честно, не просто по инерции, встали громко хлопаем, а вот очень осознанные аплодисменты. Вот как-то так. Снималось в сериалах? Уже в мире сериалы сейчас больше рулит, чем полнометражные формы кино. Потому что, ну, есть очень хорошие. Мне очень нравится «Черное зеркало» сериал. Мне очень понравился сериал «Острые козырьки». Он там, ну, BBC-шные там дела. Потом мне очень понравился сериал «Кухня» российский. Ну, я нормально отношусь. Сериалы, которые там такие среднего звена, где говорящие портреты и кухонные драмы, мне неинтересны. Актуальные интересы. В центре моего внимания начало 20 века. И меня интересуют биографии людей, которые пережили этот страшный момент, начиная с 17-го года и после Второй мировой, до оттепели. Весь вот этот период. Что? Ну, меня волнует это поколение людей, лучших умов, которые попали в эту мясорубку. Нравится жизнь. Да, это не от внешних условий зависит. Вот научиться работать свой внутренний мотор, чтобы аккумулировать энергию в себе, а не искать подпитки извне. Ну, то есть, потому что у нас есть привычка во всех своих неприятностях обвинять внешние обстоятельства. А проблемы здесь. Мне хотелось бы, чтобы здесь не было проблем. Идея счастья. Быть счастливым – это значит быть здесь и сейчас. Ну, всё. Ну, других рецептов я не вижу. Пожелание творческой молодёжи. Будь собой, потому что это самая дорогая валюта в актёрской среде. Уметь остаться собой. И напоследок. Я желаю всем тепла внутри. Каждую секунду. Всё. Субтитры подогнал «Симон»